Всем привет, господа! Всем здорова! Своя Медузко! Как вы знаете, у нас в новом патче линкор Курфюруст выведен из ветки прокачки немецких линкоров. Теперь он акционный, продается за уголь, а вместо него добавили новый линкор Пруссия, 10 уровня. Так что в этом видео мы немножко с вами вначале разберемся, чем же линкор Курфюруст отличается от линкора Пруссия и лучше ли он, самое главное. Получились ли какие-то улучшения? Будет ли нам лучше играть? Легче играть? И будем мы нагибать в боях или же нет? В принципе, линкор Пруссия ничем отличается от Курфюруста, кроме его стволов. Стволы стали больше калибром, теперь у нас их 8 в двухорудийных башнях, калибра 457. Стреляем мы с модернизацией на скорость стрельбы, в последнем софте 21 секунда перезарядки у нас, что в принципе существенно быстрее, чем у Курфюруста. Однако, башни по-прежнему очень и очень косые и орудия стреляют не туда, куда вам необходимо. То есть стреляете вы быстрее, но все равно не попадаете. И это, как правило, минус, потому что орудий у вас меньше, и хоть вы стреляете чаще, но благодаря тому, что у Курфюста было 12 стволов, хотя бы некоторые снаряды долетали в цель и карали противника в борт. Здесь их всего 8, поэтому если вы стреляете, то, к сожалению, чаще всего будете промахиваться. У меня была ситуация, в которой трейсер Андрей ко мне стоял бортом в 12 километрах с выключенным двигателем, и я два раза не попал по нему и нанес всего лишь 5000 урона. То есть один сквозняк, одно пробитие было. Это просто кошмар. Что касается его ПВО, там тоже небольшие изменения есть. Всего на 100 урона постоянного в ближней ауре ПВО лучше. И на этом, в принципе, все. Линкор больше ничем не отличается. У него такая же броня, такая же живучесть, такое же ПТЗ и такое же ПМК. С такой же плохой маскировкой, и по-прежнему он получает очень много урона с фугасов и с бронебойных снарядов-линкоров в свои настройки. Там снаряды взводятся, и это просто, опять же, ужас тихий. Я предлагаю вам взглянуть на бой, который у меня произошел недавно на стриме. Бой был, сразу скажу, хороший. Он хорошо показывает то, что ПМК по-прежнему актуально, если ты до противника добираешься. Но он также покажет вам то, что орудия очень ненадежные, очень косые, и улучшений их нету от Курфюрста до Пруссии. Я бы сказал, что, наверное, даже линкор Пруссия хуже, чем линкор Курфюрст. И если бы я знал, что такое линкор ведут, я бы предпочел, чтобы Курфюрст остался. Приятного вам просмотра. Я рассчитываю, что сегодня я реально буду дурку вызывать. Потому что ветка ужасная. Это и так, на всякий случай, а то вдруг там от этого отцом аж за торпедки придут. Будет больновато. А, парень уже отвернул. Понятно. Опа, двенашка. А, вы в отрядики играете. Тогда понятно, почему вы так... Все вместе внезапно вдруг решили... Отвернуть отсюда. Да, в отрядики там играют. Втроем же, да? Не, вдвоем, вдвоем. Ладно, бывает, что. Вдвоем и вдвоем, правильно? Драки. Драки, мы вас покараем, чешу. О, пиджок. Ага. А вот и торпеды, которых я боялся. Валим, 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 валим. Пакуем шмотки. Пакуем шмотки. Хорошо, когда у тебя габ есть. Ну давай, попади, Пруссия. Ну давай, попробуй попасть. А-а-а, мой. Мой писюк. Мой писюк. Попадает хорошо. Отсветился. Let's go. Я думаю, что мужики там уже в очень далеком от воротики стоят. Так что сюда выйти это смерть. А, соответственно, раз сюда идти нет смысла, то я развращусь и уваливаюсь. Укатываюсь, ребята. Колобочком укатываюсь. Полезный залп был. Чем ты будешь вызывать? Мы сами тебе ее вызовем. Серега. Спасибо, спасибо. Для этого друзья есть, правильно, Серег? Вызывай дурку. Хе-хе. А я говорю, они там в отворотике уже встали. Они типа думают, сейчас я пойду на них, и не будут меня отстреливать. Гуляйте. Гуляйте. Не дам ничего. Что там, мужской линкор попадет? Понял. Ну, бывает, бывает. Ну, это бывает. Это бывает. И второй раз не попал. Да тоже бывает, что? А попадания выйдут погулять? Ладно. Это спишем на то, что я неправильное упреждение взял. Спишем на это. Спишем на это. Я мог бы за этими двумя челами погоняться, но это же будет просто погоня вот сюда. Так что, валим. Мне первый бой уже не... О, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха. На границу карты уехали, пацаны. На границу Вадимир Сергеевич удрал. На границу. Вот это ты жжешь. Жжешь, жжешь. Может, залетит что-нибудь? Ну, так, чуть-чуть совсем. Ай, спасибо. Ай, спасибо. Для этого я создан этот линкор, чтобы сквозняки давать. Потому что, если я выстрелю, я спугну Кирсаджа и Айову. А, уже похер. Уже этот... Черт авиационный. Меня засветил. А, это не он. Я думал, вот Алик сюда приперся. Это оказывается просто... Парочка... Фигни. Кирсаджа. Ну, еще и в нос сбрасывается. Там прям классный парень. В нос сбрасываться мы одобряем. Полностью... Полное одобрение. Фулл одобрение. Фулл одобрение. Или удобрение. Или одобрение. Не знаю. О, четыре пищи. Точно линкор, мужики. Как вам вообще? Лучше, чем Курфюс. Как скажешь? Что скажете? Не могу даже выговорить. Мне кажется, успешно. Успешно отыгрываем пока. Мне кажется, лучше, чем Курфюрст. Чаще стреляем, больше веселья. Правильно? Муа. Куда ты уже убегаешь? Куда ты уже убегаешь, друголетчик? Иди сюда. Убегает он. Куда сюда подошел? Убегает. Сейчас мы тебя и твоего друга найдем. Подожди. Привет. Удачного стрима. Неужели у Яхана Девита такие рандомные ББС-наряды, что в борт Бриндиси выбил Цитуа, в борт крейсер Упан Азиатов 7 ЛВЛ ни разу и 4 залпов со всех? Блин, Кадван. То ли мужик неправильно прочитал, то ли что-то я не понял. Слишком быстрое сообщение. Слишком быстрое сообщение идет. Ничего не понял. Знаешь, как говорят? Ничего не понял, но очень интересно. Сейчас, погоди. Надо в первую очередь Айову отстрелить, потому что у них ХП меньше. Поэтому ПМК будет только на Айову. Хорошо. Миллиард урона в цитку не получаю. Уже радости полные штаны. В цитку, говорю. В настройке, сорри. В настройке. Так, два друга. Два брата-акробата. Сюда идите. Сейчас буду вас гнуть. Носом идти нельзя, мужики. Носом пойду, получу... Точнее, не получу, а буду очень медленно убивать Айову. Носом идти нельзя. Надо полурамбом таким, типа как, немножко поспитывать урон на строечке, но что есть, то есть. Пацанов загнали уже в угол. Все, уже карта закончилась. Башню выбили. О, талантище сработал. Все, бахаем. Все, одного друга мы хороним. Один друг, спонсор нашего урона. Боже, как же классно, что ты кидаешь по шотному... по шотному линкуру тропеды, а не по тому, который фуловый и упирается в границу карты. Причем справа и слева граница карты. Неужели у Йохана Дэвида такие рандомные ББ-снаряды, что в борт Брендиси выбил Циту, а в борт крейсеру Паназиата в седьмом уровне ни разу и четырех залпов со всех. Дело не в том, что дело не в залпах, дело в самих снарядах, Кадван. Дело в самих снарядах. У Паназиатов, может, там была Цитка, ну такая, типа, знаешь, как картоненькая. И у тебя просто, ну там, не успели они взвестись. Вот и все. То есть не взвелись снаряды в Цитку, а пролетели насквозь. Вот и все. Дело не в залпах, дело в самих снарядах, которые летят в этом залпе. Леонид, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как же клево, что он стреляет по Наполе. Обожаю. Слушайте, ну нет, ну если будет здесь большой урон, наверное, можно даже этот бой залить на канал. Он отлично показывает, что прям корабль жутко косой. Ни одной Цитки за 60 попаданий главного калибра. Ни одной. Зато хотя бы выцепили этот, зато хотя бы выцепили немножко двух этих джентльменов, которые вот, которые вот уперлись в границу карты. Но если моя ставка здесь сыграет, то моя ставка на то, что, скорее всего, я умру от Нахимова. Это моя ставочка. Просите, почему так? Потому что Нахимову, кроме как на Славу и на меня, летать не на кого. Пока же он летает на Славу, просто потому что... Просто потому что у него Слава ближе к нему. Но скоро будет летать на меня. Ну хоть за 60 попаданий спасибо. Ну да, хоть за 60 попаданий благодарность. Да, полная, полная. О! Летит чучело лесное. Нельзя менять, наверное, нельзя менять, наверное, то, как я иду. Иначе могу не догнать его на ПМК. Добываю немножко стрелять. Ой, другулетчик на Нахимове. Какой же ты бесячий, честное слово. Ты еще и крайне ущербно сбрасываешься, да? Ну хоть за это спасибо тебе, что ты ущербно сбрасываешься. А Гая, наверное, спасибо за то, что он... За то, что он решил притормозить и помочь мне его догнать на ПМК дистанцию. 9000. Понял. Это я понимаю точность. Он меня нормально не пробивает этими бомбами, поэтому можно ему борт подставлять. Он меня нормально пробивает этими бомбами, только если он мне идеально все бомбы в надстройки залепит. Если в надстройках не будет урона, если все залетит в борт, то можно не бояться. Типа один пожар это не особо страшненько. Давай, ПМК-шечка, работай. У меня еще одна хилка есть, так что... Блин, я хорошо вкинул в надстройку. Или нет, или ниже. Меня в надстройку кидает засранец. А, ну и поджог, конечно же. Сразу же после моей ремки. Гуляй. Хорошие залпы. Надежные, как шлицарские часы, или, лучше сказать, немецкие часы. Эту хилку я могу уже не пережить. Ну, типа, этот залп его могу не пережить уже. А у него так кучно вылетело, что кошмар. Ну, естественно, чучело прилетело и меня добрало. Ну, что мне сказать? Что я могу сказать? ПМК работает хорошо, когда челы подставляются, но, как вы видите, сколько раз мне подставляли челы борт, сколько раз мне подставляли челы борт в бою, я ни одной циадели... За 90 попаданий я ни одной циадели не дал. Из 90 попаданий у меня, ну, сколько? 13, 15, 17, 17 без урона, 37 сквозных, 35 пробитий. Главный калибр Огонь, мужики. Ну, опять же, из плюсов то, что у тебя башни немножко лучше углы доворачивают, да, для стрельбы. Задние, если ты идешь ромбом. Но количество снарядов в залпе меньше, поэтому и меньше вероятность покарать кого-либо и и меньше, в принципе, урона с залпа. То есть, ты как бы, как бы стреляешь чаще, но как бы у тебя чаще залпы летят хрен пойми куда. Достойно ли это замена Курфюрсту? Ну, это, знаете, как говорят, и рыбку съесть, и прокачать Пруссию. Вот так же и здесь. По-прежнему, что Пруссия, что Курфюрст, это неиграбельные два линкора. Я согласен, что, я согласен, вы сейчас скажете, Андрюха, ты что делаешься? У тебя много урона, у тебя много потенциалки, у меня много урона, но у меня много урона, потому что два чела на линкорах уперлись в границу карты, и я реализовал свое ПМК. Но, если вы вспомните и подумаете, сколько раз я стрелял по челам в борт, и ни разу не попал туда, куда я стрелял, ну, нормально попал, то есть с циткой, это кошмар, это кошмар, то есть на шлифы я бы уже всех переехал, с ПМК всех убил бы, догнал бы, торпед бы, кинул бы, что-нибудь еще, что Курфюр, что Пруссия, просто неиграбельные, неиграбельные. Я это говорю не потому, что там хочу попантоваться и сказать, ха, ребята, 250 тысяч, мало урона, корабль, говно, а по факту так и есть, по факту так и есть, вот и все. Важна стабильность залпов, здесь их нет. Ну давайте посмотрим, что мы накидали. 255 тысяч урона, естественно, мы там первое место хоть как-то заняли. ПМК накидало 80 тысяч, да? Нет, стоп, прошу прощения, 90, сколько? Ну 90 почти накидало, да, то есть как бы, ну 90 накидало. Опять же, за 90 тысяч мы благодарим двух человек, это Кирсаджа, который подставлялся, и Айова. Не было бы этих двух людей, которые позволили, себя догнать и посадить на ПМК, было бы гораздо, гораздо меньше. Так что, я никому не рекомендую, и я не в восторге от этого, от этой, от этой замены. Кошмар. Кошмар. Просто кошмар. Кошмар. Кошмар.